Молимся о наших отцовках, просим, чтобы Господь вселил их в своем царстве, в месте, где нет уже никаких печалей, воздыхания. Об этом просим. Но посудите сами, что мы просимся в то царство, что когда человек входит в какое-то общество, то он должен уже быть, соответственно, жить в того общества, в которое он входит. Тому уставу, который есть в этом обществе. Потому что со своим уставом в то общество, он не сможет просто там быть. Поэтому, приготовляя себя к вечной жизни, мы должны уже сегодня приготовить себя. Какая одежда должна быть для того царства? Что мы можем приготовить? А это все здесь, пока мы живем, мы об этом должны думать. Как приготовить себя к вечной жизни? Думаешь, я успею еще, я молодой, я успею. Но Господь нам ставит такие примеры. Печально об этом говорить, но так и есть. На этом кладбище лежат младенцы. Здесь два брата моих младенцы, до года недожившие лежат. Девицы лежат, которые в юном возрасте. Юноши лежат, старцы. То есть, в всяком возрасте лежат здесь. Мы сейчас и забываем об этом. Я успею. Можем не успеть. А в Священном Писании нам и Господь, и ученики Его сказали все. Как нам нужно здесь украшаться, чтобы быть приятными не для людей. Нигде не скажут, что будьте, одевайте, чтобы вам показаться хорошими пред людьми. Этого нигде нет. А как? Мы должны быть приятными, красивыми пред Богом. Господь говорит, что украшением вашим обращается к женщинам, девицам. Будет ли плетение внешних волос ваших или какие-то украшения. А что? Роткий, мальчеливый дух, который драгоценен пред Богом. Об этом нужно думать всегда. Что нам нужно иметь красоту пред Богом. Чтобы нам понравиться не людям, а Богу понравиться. А если будем нравиться Богу, то и людям будем нравиться. И люди будут... Будем мы любить Бога, и люди будут нас любить. Об этом нужно помнить всегда. И не забывать о поминовении усопших. Мы приходим сюда только когда определенное время. Но дома всегда нужно об этом молиться. Потому что они, усопшие наши родные, нуждаются только в этом. В молитвах наших и в милостыню творящихся от их имени. Это много может помочь им там. Об этом мы всегда должны помнить, никогда об этом не забывать. Храни всех вас Господь. Сегодня у нас канун праздника. Завтра у нас праздник. Троица со шестью святого духа на апостолы. Молитвы сегодня также в пять часов. Постарайтесь принести цветов, веточки. Нужно храм украсить. Не забудьте об этом. Это так по православному уставу, церкви. В этот день храмы украшаются. И домы также. В домах украшаются ветвями. Это идет из Ветского Завета. Еще тогда, в день 50-нице, евреи украшали свои жилища. Различными растениями. Поэтому и 50-нице, это сошествия с Духом апостолом, был в день 50-нице. То есть Ветхозаветный праздник. И так это пришло, что и сегодня православные христиане также украшают свои храмы, жилища. Цветами и ветвыми деревьями. Они всех Господь. Трава зеленая в этом году. Сокая, сочная. Сокая, сочная. Продолжение следует... Слава Христу! Аллилуйя!